это дроссельная заслонка и и съела в лохмоть и класть качественным антифризом смотрите к здесь дыра палец пролазит здесь еще одна дыра палец пролазит здесь нету бурта за который должна прокладка держаться сама прокладка вот здесь вырос кристалл и просто и разрезал то есть это не я и провал не что-то а именно вырос кристалл вот в этом месте кристалл качества анти фриза и разрезал когда я открыл и прямо оттуда вращал как мод за коми реально crystal когда антифриз и ладо все здесь было на кипи грязь и здесь вот это все отмылусь прокладкой провалили и стала поступать промывка вода промывочная внутрь там по у коллекторов этих но соответственно стала водичка под тихоньку попадать она стала на свечки попадать и когда на свечке попадать а свечки перестали работать и мотор заглох пока я открутил это все разобрал тот цилиндр который был открыт, а это был первый цилиндр в него и попадала вода. Поэтому и пришлось его демонтировать. Отсюда вывод у нас какой. Плохой антифриз, очень плохо движку, плохо карману. Поэтому не экономьте на хорошем антифризе. У кого он плохой, не ждите такого состояния и скорее меняйте его. Промывайте качественно и заливайте дорогой. Пришло времечко добить этот мотор. Там внизу я уже сливаю масло. Масло с водой. Я приготовил гайковерт, который ничего не крутит. Кстати, его надо перебирать. Стал и скрыть внутри, хоть еще так нет. Это у нас крепление кондиционера. Это крепление у нас не прикручено, а просто оживлено на болтике, чтобы не мешалось. Так, двигатель этот поедет у нас на проверку и может быть на расточку, либо на хайнинговку. Поэтому мы его разбираем весь для того, чтобы можно было его отдать. Демонтируем помпу, потому что она не нужна будет. Заодно посмотрим, что в ней случилось. А то может быть она идеальная. Или если что-нибудь случилось, то по замене. Ничего с ней, в принципе, не случилось. Все, в принципе, нормально. Окислы осели, которые мы смывали. Они обратно успели осесть. Теперь нам надо открутить заднюю трубку и датчик детонации. На трубку на эту надо будет кольцо купить, которое в помпу входит. Кольцо нужно будет. Кольцо уже хана. Нам надо будет датчик давления масла, потому что он уже начал протекать. Дроссельная заслонка однозначно тоже нужна будет. Здесь датчик давления масла у нас под штырек. Датчик детонации еще надо открутить на 12, скорее всего. Прокладку сапуна надо будет нам. То, что здесь стоит на герметике. Она уже пластиковая. Она даже проворачивается и скрипит, как пластиковая. Даже, скорее всего, не вылезет. Будем пользоваться клипсодеркой пробовать. Ну да, он просто взял и отломился. Крышку сапуна будем скрывать. Если на мойку будут забирать мотор, то они отводят там. Ну и нам легче будет изнутри его достать. Заодно мы будем знать, что он доставил внутри сапуна. Теперь нам нужен нож и молоток. Чтобы отрубить и не повредить. Простой пухонный нож у меня такой есть. Заточенный, скажем так. Вообще есть специальная прибуда для того, чтобы это отрубать. Но у меня такой нет, к сожалению. Не сильно грязная. Но уже пора вскрывать было. Такой нагарчик существует. Тут все будет отмыто. Ну и плюс нам надо отсюда как-то доставать она уже просто взяла и отломилась. То есть она настолько хрупкая, что как пластик уже сыпется. Такой крабик для фильтров у меня есть. Он работает только в одну сторону. Для особо одаренных, чтобы не затягивали. Фильтр ключом. А тут таких любителей на валом. Мотор постоял. Сколько недель, к примеру, фильтр уже пустой совсем. То есть с него ничего не вытекло. Нам осталось открутить картер. Картер. Болты совсем затяжки не имеют. Ребята спрашивают, зачем тепнем эту трещотку? Ой, электротрещотка. Как идеально быстро все открутилось. Берем отверточку и просто аккуратненько пробуем подковырнуть, потому что он у нас картер на прокладочке. Отошел картерочек. Ох, прокладочка, картерочек. Нет таких выражений. О, тут нормально нагарчика у нас. На картере вот такие вот пупорышечки. Они у нас центруют прокладку и не дают картеру прижаться больше, чем положено. Внутри картера тут есть нагар, грязь, которая масла смешала все же. Но ничего страшного. Знаете анекдот? Мальчик, как у тебя фамилия? Пися Камушкин. Как, как? Пися Камушкин. Скажи, как положено. Булыжников. Ну, кстати, надо отдать должное. Прокладка не закоченела. Теперь нам надо это все открутить. В первую очередь маслоприемники. Все остальное. Там, кстати, в маслоприемнике видна небольшая грязь от герметика. Ну и будем разбирать остатки. Сапунил бюджончик уже хорошо. Масло поджирал. Маслоприемник стоит на прокладке. Не знаю, смогу вам показать. Нет, нагар? Нет, нагар, грязь. Ну, в общем, есть такая грязь, что частицы видно. Гайки на места. Сейчас почитаем книжку, как правильно открутить. Хотя по нормальному сначала надо открутить шатуны. А шатуны, чтобы открутить, их надо пометить. И надо открутить у нас держатель заднего сальника, потому что он не даст нам снять коленвал. Так, мне не нравится цвет нижников второго и третьего. Цвет нижника первого и четвертого нормальный, в принципе. А вот цвет нижника второго и третьего черный. Как будто бы они у нас пригореть пытались. Разборка покажет. Нам надо снять сначала, хотя бы открутить шатуны. Здесь вывели шатуны на одну сторону, а здесь есть отверстие до вторых гаек. Мне вот эти два шатуна средние, второй, третий, не нравятся. Они черные. Это может быть признак того, что до них масло не доходило. И они у нас накочурились. Может быть, но не факт. Сейчас я переверну, помечу шатуны и будем дальше ковырять. Возьму просто отверточку и накорябую. Первый у нас от ГРМ. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Нам понадобится магнит. Руки трясутся, как у лукаша. Горбушки снять так просто не получилось. Сделаем по-другому. Аккуратненько по болтику. Один открылся, а второй не хочет. Сейчас коленвал будем проворачивать. Вкладыши как новые. Просто почему-то черные. Царапины есть, но они не прикипели. Так, выдергиваем поршня. Одной рукой придерживаю, чтобы не выпал совсем. Застрял на этом, на нагаре, в верхней части цилиндра. Не все так просто, как хотелось бы. Здесь уже начало изнашивать вкладыш. Вот где канал. Вот он. Этого уже Боббит съела здесь. Здесь видно у нас полосу прошеркала хорошую. И в ответ на вкладыши тоже. Вкладыши однозначно по замене. Коленвал на ремонт. Про кольца. Залегают, не залегают. Они подвижны, но залегли. То есть кольцо второе я выдавить. А с одной стороны оно работает. А со второй стороны выдавить не могу. Компульсионное кольцо залегло полностью. Ой, а компульсионное маслосъемное. То есть у него даже посуды дело. Так. Долженки, смотрите, минимальный. Здесь и с другой стороны. Так, а где с другой стороны? Кстати, здесь замки рядом стоят. Один замок вот над пальцем, а второй рядышком. И тут же шатун, это компульсионное кольцо номер два. Здесь не совсем сильно, но видно, что уже начал ожирать вкладыш. Кольца залегли. Второе кольцо залегло. Маслосъемное залегло. Внутри поршня видно, что еще с колец лилось. То есть маслосъемное кольцо снимало. И видно, что потеки есть. С одной стороны и со второй. Так, сейчас я вам покажу, почему решили снять это все. Смотрите, какие зазоры между гильзой и поршнем. Они должны быть, но не так, чтобы прямо видно кольцо было. То есть, видите, зазор настолько велик, что между поршнем и цилиндром видно кольцо компульсионное. То есть, представляете, насколько это все болтается. Это четвертый. Это первый. Вот я вам говорил про отверстия дополнительные. Сейчас проверну кольцо. Один болт мы откручиваем здесь, один через отверстие. Honda. Кстати, о чем я уже и говорил до этого. У Honda подходит масло питания через низ, а у Toyota через блок, через верх. Тоже вкладыш сожжало. Кольца залегли. Масло съемное тоже залегло. Следы смыва, прохода масла есть. Гайки закручиваем по своим местам, для того, чтобы они стояли там, где уже себе натянули резьбу, как шестерни. Может, оно и не нужно, но пусть будет так, как мы делаем. Так, как есть, как говорится. Четвертый цилиндр. Здесь тоже очень хорошо видно, как сожжало. По сути дела, залезли мы сюда вовремя. Сейчас еще все парни нам померят, сделают. Если надо, расточат, купим поршня ремонтную. Если нет, то просто пройдут хонинговку, просмотрят. И все. Если уж нет, то будем покупать контрактный мотор. Сейчас мы открутим нижнюю постель. Рисунок у нас есть, как открутить. Чертеж. Фу, ну и вонище. Восьмой. И десятый. Теперь это подломить как-то надо. Нет, сюда прямо вот фул такой между коленвалом шеи. И монтажка еще такой, сейчас удар. Пошла одна сторона. Вторая пошла. Не идет. Не хочет. Странно. Отошло. Понятно. Понятно. Все, заметил в чем проблема. Хорошо хоть ломать не начал. Когда хонду строили, мозгов бог маленечко не дал. Вот эта вот сливная каналья мешается нам. Для чего я сделаю, на ума не приложу. Снимаем постельку. Коробочку мы приложили, приготовили. Ну, эти вкладыши более-менее нормальные. А чтобы нам сейчас освободить коленвал, нам надо снять задний держатель сальника и передний. Здесь видно у нас непонятно, что попадало. Маленечко ржавой или ржавый. Так, маслонасос и держатель заднего сальника. Коленвал в сторону. Блок в мойку на дефектовку. Удаляем маслонасос. Здесь несколько болтов мне пришлось очистить, потому что они были очень грязными. Открутили. Аккуратненько не получится сейчас, потому что все на герметике сидит. Есть. Есть. Маслонасос сидит на герметике. Здесь мы видим, что он начал в сальник подтекать. То есть мы вовремя полезли в него. То есть рано или поздно бы нам пришлось с него лезть. Маслонасос в принципе нормальный. Так, еще одна прокладочка, которая нам понадобится. Теперь задний держатель заднего сальника. Здесь у меня в коленвал вкручены болты шамаховика, чтобы не потерялись. Демонтируем их. Даже короткий мы не везде можем подлезть. Будем использовать ротационную трещотку. Ручка крутится в обе стороны, а она крутит в одну. Здесь не подлазит. Хорошо затянута. Откручиваем. Потом крутим ручку в обе стороны. А трещотка крутит в одну сторону, откручиваем. Еще один болт внизу. Ну, так же и здесь терпим. Но только отверточкой, скорее всего, придется волнувнуть. Монтажка есть. Аккуратненько. Задний, вернее, мягонький. Еще можно было ходить и ходить. Но у нас он уже пойдет по замене. Наш коленвал демонтируем. Опа. Сейчас коленвал бензином промоем. Промоем блок. Вкладыши мы здесь сейчас отковыряем. Два полукольца упорных. Одинаковые с двух сторон стоят. Удаляем вкладыши. И все, в принципе, у нас готов на отдачу, на промеры идти. Смею предположить, что шпильки эти две выкрутить придется. И эти две. Здесь два этих болта я удаляю. Потому что если они его будут точить, они будут это все выкручивать. И неизвестно как. Поэтому лучше я сам это все демонтирую. Все присутствующие крепежи, которые у меня остались на нем, болты. Я подтяну их, чтобы они не потерялись при мойке у них или при росточке. Осталось вывернуть четыре шпильки. Для тех, кто не особо знаком, что шпильку вывернуть, берем две гайки. Здесь у меня конкретно резьба М6. 6 на 1. Беру две гаечки. Гаечек нет, есть гайки. Две гайки. Два ключа. Сначала гайки между собой скручиваю, затягиваю. А потом, если мне надо вывернуть, то кручу нижнюю гайку, за нижнюю гайку. И шпилька у меня за счет того, что не может вывернуть верхнюю гайку, выкручивается сама. У меня на видео есть, где эти гайки были. Шпильки, вернее. И я не боюсь, чтобы потом не забыть. Тоже пошло. Ну вот и готовы шпильки. Сейчас зазвониться с хозяином, чтобы они на завтрашний день договаривались с автосервисом. Который будет делать все эти манипуляции с двигателем. Ну а на этом данное видео по разборке и дефектации мотора заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Переходите по ссылку. Всем пять.